всем привет сегодня вскрытие покажет будем смотреть кассету sony super ef 1990 года модельного немного общей информации которую в принципе может быть я выдумал сам потому что ни с кем ее не сверял не консультировался как чукча что вижу то и пою сегодняшняя героиня выпуска sony super ef 90 года вышла на замену кассете sony super ef 88 года так называемая желтая sony конечно слово сочетание желтая sony встречается не очень часто и она связана только с тем что на этой sony имеется желтая полоска под лейблом sony и супер тоже написано желтым и поэтому чтобы проще было понимать о чем идет речь иногда проскакивает желтая sony этот именно она данная модель желтая sony резко отличалась от предыдущих моделей компании sony таких как sony ef 85 или 86 года и в принципе мы все привыкли что классическая sony она вот такая и есть в таком дизайне а тут вышла вот такая желтая но в 1990 году sony вернулась в общем так к классическому виду своих кассет 85-87 годов и в принципе лично я считаю это правильным решением потому что такой дизайн sony мне нравится больше всего да это желтая прекрасно по всем параметрам по ленте по внешнему виду но лично мне нравится именно вот это 90 года я имею ввиду среди sony super ef 88 против 90 мне нравятся именно такие если у меня в те годы стоял выбор какую же взять эту или желтую я всегда брал вот эту и я до сих пор люблю именно вот такие super ef 90 года на этом небольшое вступление в сегодняшнюю тему я думаю вполне закончено давайте посмотрим и приступим непосредственно к делу вскрытию и тестированию этой кассеты данная кассета весьма широко распространена до сих пор на вторичке на авито на мешке цены на эту кассету разные от 400 рублей до 1000 из последнего что я видел на авито конечно 1000 рублей за такую запечатку на мой взгляд дорого но 400 это неплохая цена 400 450 конкретно я эту кассету и вторую которую буду скрывать взял рублей за 200 но тут просто проблема с упаковкой конкретно у этого экземпляра как вы видите наторвана плюс сама упаковка уже потрёпана а у кассета который сегодня будем скрывать еще и коробка разбита к счастью запас коробок сонинских у меня есть поэтому ничего страшного зато все это сильно повлияло на общую стоимость этих кассет не помню сказал или нет по моему ну 250 максимум с почтой они им не обошлись а учитывая что сейчас уже бушные вскрытые и не пойми в каком состоянии продаются по за те же 200 250 рублей то запечатка по такой цене очень даже вкусная цена к тому же у меня в коллекции нет такой свежераспечатанной кассеты так что сегодня вскроем сравним ее с предыдущим поколением sony посмотрим что к чему и забыл сказать на этой sony закончились все красивые классические кассеты от sony далее пошли уже неизрающие стекляшки которые сильно попахивают корейским производством я имею ввиду sony 92 года супер еф и последующие ефки да неплохие кассеты по ленте но дизайн уже конечно оставляет желать лучшего все достаточно нудить а то мне уже иногда говорят что я делаю нудные фильмы поэтому ускоряемся лезвие рапира погладкой выбритой кожи или рожи но в данном случае кассете итак дело пошло сошло отлично пленышку я надену обратно буду счастлив качество пленки неплохое ну я думаю что многие скрывали sony поэтому знают какая на них пленка вот она такая и есть свежераспечатанная кассета sony super ef 90 года вскрываем вообще не щелкнуло никак просто открылась и все но может быть это связано с тем что коробка здесь разбито ладно в комплекте кассета вкладыш без разворота вот так все это выглядит коробка да коробку придется менять целиком разбита здесь разбита трещина такая хорошая трещина здесь ну ладно отставим и сама кассета к счастью она без повреждений коробка ее спасла значит кассета да многим знакома но тем не менее вот так она выглядит свежераспечатанной по запаху ничем не пахнет по крайней мере с 10 сантиметров я никакого запаха не чувствую а нет вот обманул смотрите видите трещина да значит все таки хорошо хорошо к ней приложились зацепили сторону а давайте посмотрим на нее повнимательнее пластик кассеты темно тонированный прозрачный на вид великолепный такой жесткий твердый блестящий все как я люблю у кассет вообще соники мои самые любимые кассеты что у нее по ленте как вы видите классическая салатовая вставка это связано с тем что кассета 90 минутная а у 60 минутной была бы розовая вставка хотя по моему розовые вставки бывают не только у 60 минутных кассет но точно не помню не буду утверждать ракорд вы видели прозрачный пошла лента лента визуально без замечаний как в плане замятостей отсутствие замятости так в плане зеркальности поверхности ленты давайте посмотрим что с лентой у кассеты 88 года та же самая вставка салатовая но ракорд по моему более матовый хотя нет ракорды на обеих кассетах абсолютно одинаковые что по ленте 90 год сверху никаких различий по ленте я не вижу визуально все один в один да и сами кассеты по моему тоже одинаковые хотя нет как видите пластик по цвету различается у 90 года пластик темнее тренировка сильнее видно или нет так и так не сильно но на полтона как минимум точно темнее у 90 года а лента как вы видите одинаковая и это хорошо потом все посмотрим на пионере проверим совпадает или нет но скорее всего различий не будет ну давайте глянем с кассеты 86 года это не супер это просто и f она не под рукой поэтому посмотрим по ленте и в этих кассетах лента тоже одинаковая ну и ладно стараемся не нудить и переходим быстренько к магнитофону посмотрим как это sony покажет себя на калибровке и на записи пионер сети 757 кто не знает мотает он эту кассету бесшумно что вперед назад еще тише калибровка калибровка в нулевых положениях крутилок калибровка уже идеальная ну чуть-чуть стоит убавить уровень буквально на один сегмент и наверняка что надо сделать на один сегмент убавить подмагничивание ну просто я с этим аппаратом уже не первый день поэтому знаю как его настроить вот такие положения крутилок калибровки на этой кассете чисто из спортивного интереса давайте сравним с 88 годом калибровку крутилки остались в тех же положениях что и были на девяностом году жизни калибровка 88 год калибровка отличается не сильно но по-моему отличается подмагничивание надо возвращать в ноль с минус одного уровень еще маленько убавил но очень близко я бы списал эту разницу чисто на то что 88 у меня уже бушная кассета как она жила до меня без понятия а свежевскрытая кассета дает более стабильные показания по калибровке мой вердикт ленты 88 и 90 одинаковые 400 герц 0 децибел входящий сигнал на выходе на выходе 0 на входе 0 вот он здесь вход а вот выход 0 с ленты входящий как вы видите все идеально и по ленте и по магнитофону и чтобы видео было не нудным в очередной раз давайте быстренько перейдем к записи песни как всегда входящий сигнал до плюс 3 децибел по шкале этого пионера это до значка долби вход выход смотрите сами выводы хорошо или плохо все звучит пишется делайте так же самостоятельно запись и лента ну практически бесшумные для первого типа наверно вообще идеальные по шумности трария открыт и как с вот мы всё нас Продолжение следует... Лёгкий ветер встреч Познакомил нас весной Нежный поцелуй Я попал в твои все динки Мне сказала, может быть Не могу тебя забыть Я за ночь с тобой отдам Всё на свете Ты уйдёшь, но приходит злая ночь Ты её признай, сердочь Что ты делаешь со мной? Ты уйдёшь И мне встанет не до сна Я опять сойду с ума Я прошу тебя, постой Ты уйдёшь, но приходит злая ночь Сладкий запах И бездомные глаза Все неведомы Сколько в них обещаний Я забываю все слова Закружилась голова Ну, зачем тебе нужна Ложь в прощании Ты уйдёшь, но приходит злая ночь Ты её признай, сердочь Ты уйдёшь, но приходит злая ночь Что ты делаешь со мной? Ты уйдёшь И мне встанет не до сна Я опять сойду с ума Я прошу тебя, постой Как вы сами могли убедиться Никаких проблем ни с калибровкой Ни с записью этой кассеты не возникло Даже близко сомнения не подходят Так что кассета Sony Super EF 1990 года Это одна из лучших кассет первого типа Мне же осталось надеть на эту коробочку Посмотрите какая коробочка Свеженькая, отполированная, целая, восстановленная Надену на неё обратную упаковочку И буду счастлив В итоге это всё как-то так получается Этот процесс надевания упаковки Обратно на кассету Мало того, что служит защитой самой коробочки От повреждений преждевременных царапин и прочих потертостей Но также служит лично для меня напоминанием Что эту кассету вскрывал я сам Так что этот процесс лично для меня Имеет очень большой смысл И совершенно не является нудным На этом на сегодня всё Подписывайтесь на канал, если кому интересно посмотреть Вскрытие других кассет А кассеты ещё есть И подобные видео будут выходить у меня на канале Пока у меня не кончится терпение Либо деньги на кассеты Но пока и то и другое есть Поэтому материал для моих видео Для моего канала в наличии Всем большое спасибо Не болейте